А какие у вас ассоциации со словом пилон? Для кого-то шест, для кого-то спорт, для кого-то танец, а для кого-то это дело жизни. Всем здравствуйте, меня зовут Надежда Палева, и я ведущая программы интервью на миллион. И рада вам представить нашу гостью. Зовут ее Марина Кострова, основательница сети школ пол-дэнс-стайл в Санкт-Петербурге, автор онлайн-курсов по танцу на пилоне, а также тренер призеров и победителей российских и международных соревнований. Марина, здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. Марина, вы магистр физической культуры, и в спорте достаточно много направлений различных. Почему когда-то ваш выбор пал на пол-дэнс? Это был интересный путь, и мне нравится, что он был такой, потому что именно так приходят в наше направление сейчас все, кто начинает заниматься. То есть мы занимаемся в первую очередь со взрослыми. Я пришла заниматься просто как любитель, как человек, которому нужно было отвлечься от работы, и я просто искала для себя хобби, спортивное хобби. Тогда ни моё образование, ни мой образ жизни со спортом связан не был, и все мои уже достижения, которые касаются и образования, и тренерских достижений, уже были потом, после того, как я влюбилась в это направление, как я начинала заниматься им больше и больше, и уже сделай танец на пилоне большой частью своей жизни. Я знаю, что большую часть карьеры вы отдали туристическому бизнесу, и всего год полностью занимаетесь этим направлением. Почему вам это так важно, этот проект? В пол-дэнс я пришла с момента, когда он появился в Санкт-Петербурге, то есть это произошло уже достаточно больше 10 лет назад точно, я думаю, что это где-то год 2007-2008, то есть тогда, когда пол-дэнс, у нас первые школы, первые классы танцы на пилоне открывались. Тогда я уже была менеджером по туризму, работала в туризме, занималась, так же у меня окна, как и окна вашей прекрасной студии выходили на Невский проспект, и параллельно, да, я развивалась действительно в этих двух сферах, и так получилось, ну, меня родители с детства приучили, если ты что-то делаешь, то нужно делать хорошо, поэтому все эти годы, в принципе, хорошо складывалась и карьера в туризме, и карьера как преподавателя, и потом уже как руководителя студии танцев. В какой-то момент нужно было выбирать, и я просто, ну, не просто на самом деле, несколько лет думала, что же для меня важнее, потому что у нас есть некий стереотип, что нужно работать на какой-то серьезной работе, мы этому учимся. То есть я по первому образованию, я музеевед, я заканчивала университет по как раз направлению музееведения, занималась историей искусств, культурологией, историей, ну, и такими серьезными достаточно направлениями, но нам сложно сделать выбор в сторону чего-то несерьезного, как считает, ну, наверное, общественное мнение в первую очередь, поэтому у меня действительно очень долгий период в моей жизни занимал процесс окончательного принятия решения, слава богу, я его сделала, чему очень рада, поэтому для меня было важно найти какое-то призвание и развиваться в рамках этого призвания, потому что любая работа, в любом случае она требует времени, любая работа, которую мы выполняем серьезно, это всегда, ну, это не что-то простое. Многие думают, что когда они начнут заниматься своим делом, это будет легко, просто ничего не нужно будет делать, и именно это, на мой взгляд, причина того, что многие, как сказать, начинают свое дело, но не доводят его до конца, потому что, ой, оказывается сложно. Вот я объективно понимала всегда, что оказывается сложно будет в любой сфере, и хорошо бы заниматься тем, что приносит все-таки фактически в итоге финальное вот это удовольствие, удовлетворение от своей работы, и для меня это стали танцы, поэтому я взяла выбор в пользу. Своего дела, а не карьеры вот в другом бизнесе. Поняла, то есть если вот именно вкладываться, да, душу и энергии, то вкладываться то, что действительно вот изнутри идет, да, что откликается. Да, но для этого нужно определить все же, что это, потому что, ну, как я вижу людей, как я много работаю с людьми, проблема именно в том, чтобы определить, что же у тебя откликается. Есть такое слово, его немножко сейчас избит, ну, такое стало оно не очень, может быть, избитый смысл какой-то, мне не нравится смысл, который сейчас ему придают, наверное, потому что его мусолят блогеры в Инстаграме и так далее, миссия. Да, вот это слово, его вот найти свою миссию сейчас как-то скептически сразу начинают на это смотреть, а это очень важно. Да, это твоя суть, которую ты будешь развивать, но она не зависит от профессии. То есть моя суть, которая для меня была всегда понятна. А ради чего я пришел в этот мир? Да, да, вот из-за того, что немножко вот так смысл, знаете, когда, ну, вот ширпотреб, если назвать, вот когда все подряд начинают это слово использовать, ну, по делу и без дела, да, оно уже немножко становится попсовым и сразу теряет свою суть, наверное, основное значение. Так вот, миссия, это дело очень важное, определить ее в своей жизни действительно важно, но она не зависит от профессии, то есть для этого не нужно выбирать модную профессию. Ну, грубо говоря, если я преподаватель по своей сути, я могу преподавать в университете, туризм, например, я могу преподавать, заниматься в рамках своего призвания, также в турфирме, заниматься, например, обучением персонала. Я могу преподавать танцы, и также это не противоречит моей миссии. То есть миссия, она совсем не связана с профессией, можно в рамках своей сути заниматься любимым делом в любой профессии. Вот такой момент. Если говорить именно об этом, да, я читала ваши посты, в которых есть вопрос о поиске своего предназначения в жизни, да, и вы вот прям зацитирую, пишете, да, и удивляетесь тому, почему в наших российских школах нет предмета на вот эту тему, да, поиска предназначения. Почему выпускники выходят с аттестатом полных оценок, но без чёткого понимания, кем они хотят быть? В связи с чем вопрос? Как вот вы думаете, каким образом, насколько это достижимо, чтобы наши выпускники уже в 18 лет, да, в 17-18 знали, куда им идти? Как это достичь? У нас психология, педагогика — это те науки, которые возникли не вчера, у которых есть история, у которых есть определённая научная база. И, на мой взгляд, конечно, просто нужно этим серьёзнее заниматься. Сейчас в школах есть классы, которые, ну, где есть профильные предметы, есть профильные школы с иностранным языком, там и так далее, с математикой, физикой. К сожалению, часто всё-таки родители определяют. Не всегда это определяется сутью ребёнка, не всегда это определяется его склонностями. Часто всё-таки решающий выбор мнения родителей. Родители знают лучше, но они действительно, любое действие, любое вообще действие, которое делает человек в жизни, оно положительный момент имеет в первую очередь. Просто мы не все знаем, что лучше действительно. А вот и как. Да, любое действие, оно… Я считаю, что просто глубже тестировать, глубже работать с психологами. Слава богу, сейчас это, конечно, развивается… Профориентация. Профориентация, да, это всё развивается лучше, особенно в больших городах. Я из очень маленького города, у нас там этим никто не занимается, понимаете? У нас там одна школа, и в принципе… Дай бог, чтобы преподавателей хватило, да? Да, да, дай бог, чтобы… Если тебе повезло с преподавателем по предмету, это так. Но для того… А если не повезло? Да, вот, например, мне было в школе сложно развивать свою суть. Мне просто, если я развивалась в литературе и истории, мне просто не повезло, например, с преподавателями по предмету, и я была всё время в состоянии некой борьбы. И… Ну, у меня сильный характер. Я могла и в одиннадцатом классе, и в девятом классе бороться с преподавателями, если я считала, что они неправы, и я, в принципе, там достигала определённых успехов. Но другие-то не у всех же сильный характер, и у них у всех характер, который склонен к некой борьбе. Поэтому да, на мой взгляд, конечно, в школах мы… Особенно сейчас, когда вот эти бесконечные ЕГЭ, тесты и так далее, они не развивают суть человека, и это плохо. Потому что у меня ходят заниматься девочки, которые вот девятый класс, например, заканчивают. И, к сожалению, сейчас… Вот у них идеальные оценки, пятёрки, 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 они уходят из девятого класса, потому что боятся ЕГЭ. То есть ЕГЭ начинают запугивать с детства детей вместо того, чтобы суть развивать. Я уже думаю сейчас, что моя школа вот в маленьком городочке была гораздо лучше, потому что мне хотя бы не мешали развивать себя. А сейчас, если я вижу детей, которые… Ученики мне говорят о том, что у них дети в третьем, в четвёртом классе уже боятся ЕГЭ. То есть школа начинает запугивать тестами. Получается, ты либо прав, либо неправ. Вот, понимаете, тесты – это же плохо. Не бывает своего мнения. Да, нет своего мнения, ты либо прав, либо неправ. И если мы так учимся быть, что есть только два полюса, это не развивает, конечно, суть. Поэтому здесь систему образования не поменяет. Но в данном случае, как всегда, всё в наших руках. Это, наверное, ответственность родителей глубже работать с психологами, с педагогами и выявлять суть и скорость ребёнка. Это всегда будет на родителях, конечно. Потому что система, она слишком неповоротливая для того, чтобы, наверное, видеть такие тонкие грани каждого человека. Поняла. Я знаю, что пилон многие ассоциируют со словом «шесть». Ну, это когда-то из прошлого идёт, когда-то были соревнования по «шесту» именно. И как вот объяснить широкой аудитории, что пилон — это серьёзный вид спорта? Что он даёт? Вы знаете, меня не смущает слово «шесть». У нас… Ну, со стриптизом он ассоциируется. Это другой вопрос, да. То есть, в принципе, слово «шесть» равно стриптиз у многих. У многих, да. Но если вот меня как преподавателя, слово «шесть» не смущает, в принципе. В некоторых школах преподавателей, особенно в Москве, вот там принято говорить «шесть», например. То есть, они прям будут говорить «подходим к шесту», и у них это принято. Это первый момент. В принципе, меня слова не смущают. Также меня не смущает то, ради чего люди приходят на занятия. Потому что одни приходят заниматься спортом. Ведь не все приходят заниматься спортом. Одни приходят заниматься спортом. Другие приходят танцевать на каблуках. Третьи приходят найти компанию, познакомиться с новыми людьми. Некоторым не хватает общения. Социализация. Я уважаю всех. Я вообще уважаю любой выбор. Я уважаю свободу выбора в жизни. Поэтому меня, в принципе, не смущает ничего, что касается вот этого первого момента выбора человека. Если он пришел танцевать на каблуках, и ему от этого хорошо, мое дело как тренера сделать эти занятия безопасными. Это самое главное. Выстроить программу безопасно. А чем конкретно и почему человек пришел заниматься, это его дело. Это его выбор, и это нормально. Потому что некоторые, ну, пришла женщина, хочет мужу на юбилей свадьбы какой-нибудь, да, поставить танец. Но это почему? Что плохого в этом выборе? И он, вероятнее, будет носить всего сексуальный характер. И ничего плохого в этом выборе нет. И при этом может прийти бывшая гимнастка, может прийти ребенок на занятия. И там будет цель спорт. И моя задача как тренера развивать человека в рамках спорта. То есть тут главное не мешать все в одну кучу и не искать какие-то усредненные понятия. Вот про тонкие грани. Вот мы только что говорили про сути, про тонкие грани. Опять же, переходим к тонким граням. Мое дело не усреднять. Мое дело просто работать с человеком в той концепции, в которой нужно именно с этим человеком работать. Марина, подскажите, насколько я уже услышала, больше 10 лет существует полдэнс. В Петербурге развивается, да. Я думаю, что уже лет 14. И уже популяризация такая, скажем, уже есть этого вида спорта. Больше стало к вам приходить учеников? Как там шире это? Интереснее им это стало? Как сейчас по сравнению с теми годами? Я думаю, что бум, развитие популярности направления был лет 5 назад. Я бы сейчас это назвала даже, может быть, спадом с одной стороны. С другой стороны, сейчас идет более глубокое, конечно, развитие. То есть сначала пилон появился как экзотика. И, скажем так, люди шли заниматься, было интересно, приходилось очень сильно бороться с общественным мнением, потому что тогда это было прям агрессивно-негативное такое мнение людей. Затем мнение, ну как-то пилон стал появляться по телевизору. Например, в 2011 году у нас Оля Трифонова в 11 лет ребенок выиграла минуту славы на Первом канале, танцую на пилоне. Девочка из Петербурга, просто обычная простая девочка, выиграла минуту славы на минуточку. Это на Первом канале, на государственном канале. То есть 11-й год. Уже пошла популяризация. Это уже была она вовсю, и это был такой мощный толчок, ну не только конкретно это выступление, в принципе, был мощный толчок к популяризации направления. Поэтому вот тогда был бум. Тогда стали как грибы вырастать новые школы, стало очень много преподавателей, стало очень много людей приходить на занятия. И это тоже, наверное, не очень хорошо, потому что... Такой неестественный спрос. Такой неестественный спрос, он как бы немножко искусственный такой, потому что это что-то новое, что-то, да, интересное, всем надо обязательно. То есть как это я и не занимаюсь. То есть такой некий, ну да, слишком массовый характер тоже может быть не очень хорошо для глубокого такого изучения, для глубокого понимания. Сейчас бум спал, но остались люди, которые очень четко понимают, зачем они приходят. То есть кто-то вот прям в спорт пришел, и у нас есть спортивные соревнования, у нас есть такие организации, которые занимаются именно популяризацией, это как спорта. Кто-то пришел танцевать. Это другое направление. Просто сейчас полдэнс, в принципе, разделился на несколько ветвей, которые существуют самостоятельно, которые между собой не пересекаются, и это нормально. Кто-то пришел танцевать. И сейчас вот, кстати, надо сказать, что, наверное, больше популярно танцевальное направление. Вот то направление, которое на каблуках, чем спортивное. Вот в Москве, в Петербурге, зато в маленьких городах это больше, много, хорошо развивается, как детское, например, направление. Но здесь другие вопросы, почему, но это вот тенденция. И кто-то приходит заниматься как фитнесом, как фитнесом для себя, как таким здоровым направлением. Вот мне ближе последняя группа, например, лично для меня, как для преподавателя, важнее вот эта группа, потому что это люди, которые думают, которые думают, прежде чем делать что-то опасное, которые думают, как сделать правильно, которым важно не бежать, например, не торопиться, а грамотно за шагом идти. То есть сейчас бум прошел, направление четко разделилось на ветви, и каждый приходит, выбирает ту ветвь, которая для него ближе, и занимается просто уже тем, чем хочет заниматься. Но здесь вот тем, кто думает заняться полдэнс, нужно это иметь в виду и идти в ту школу, где пристальнее внимание уделяется тому направлению, которое ему интересно. Потому что есть школы, где экзотик, например, вот как главное. Если человек хочет танцевать на каблуках, я не говорю, что только так, но на мой взгляд логичнее идти там, где вот это направление ярче. Людям, кому интересно вдумчивое выстраивание программы обучения, здоровье, чтобы мы следили за техникой, на одну, на вторую сторону он делает, ну лучше 100% идти к нам, потому что мы это сделали приоритетом своего обучения. Кому-то интересно что-то еще. Ну вот тут надо смотреть. Тут надо смотреть и выбирать внимательно тренера школы. Раз мы заговорили про интерес, у вас, так скажем, у многих школ есть мужской состав. Не всегда мужчины приходят в это направление, у вас он есть, даже тренеры есть мужчины. Почему мужчины идут в полдэнс? У каждого человека есть свое видение саморазвития, свое видение творческой самореализации. И причины их много, безусловно, но мужской полдэнс также делится на ветви. Я всегда гордилась на самом деле Россией и вот странами, ну вот СНГ, вот то, что вокруг России. У нас мужское направление всегда было такое очень акробатическое. То есть вот все самые акробаты, вот пилонисты именно мужского направления, то направление, где акробатика, силовые трюки, они, как правило, у нас, вот, либо в странах, они либо русскоязычные, либо вот где-то вот... То есть Россия вот в этом сильна, да, именно мужской пилонист. Да, 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 как акробатический. Интересно. Наших пилонистов, ну я имею в виду Россия и СНГ, то есть вот все, да, то есть наши пилонисты на соревнованиях их легко узнать. Они будут выступать в брюках, они будут делать много акробатики, их прямо, они узнаваемые. В других странах они, ну у нас так не выступают, там они такие костюмы носят, ну совершенно открытые, то есть нам как-то вот в нашем... Они на занятия, у нас мужчины идут спортом заниматься, там мужчины... Как женщины. Нет, тут я не могу так сказать, там отношение к направлению может быть другое. Вот вы знаете, просто мне приятнее смотреть на... Ну это моё личное, опять же, восприятие. Мне приятно смотреть на спортсмена в подходящей одежде даже для занятий, да, то есть мне, например, будет не очень комфортно, если, ну, полуобнажённые тела в зале занимаются. Ну, с другой стороны, тут такой момент субъективный, но при этом у нас могут приходить мужчины, которые хотят заниматься экзотик, которые хотят танцевать на каблуках, и это их право, почему нет. То есть, в принципе, такие тоже приходят заниматься. Одно вводит двух мужчин, вот их причину, да, прихода в экзотик танцевать на каблуках. Ну, им интересно развиваться, свой творческий потенциал развивать в этом направлении. Творческий потенциал, безусловно. Да, и, ну, так как речь идёт про развитие творческого потенциала, у нас всё время, вот наше направление, оно где-то между танцем и силовой гимнастикой с силовой акробатикой. Поэтому это всегда интереснее, чем фитнес-клуб, где мы там просто качаем мышцы и занимаемся. Ну, часто мне тоже скучно. Я когда-то также пришла в холдэнс, потому что мне было скучно ходить в фитнес-зал. И здесь очень хороший тандем между хорошей физической формой, поддержанием себя в хорошей физической форме и развитие творческого потенциала. Но каждый человек видит развитие своего творческого потенциала в своём. Также может прийти парень, заниматься на пилон, которому интересно развивать свой творческий потенциал в танце, в мужественном. В танце, где он будет заниматься акробатикой, может совмещать это ведь с любым танцевальным направлением, с контемпорари, с модерном, с брейк-дансом, с чем угодно. То есть, в принципе, совместить мы можем любой танец с любой базой трюковой на пилоне. Поэтому моё мнение, тут не надо навязывать, тут надо понять человека, понять, что он хочет, и развивать его творческий потенциал в рамках его ценностных ориентиров, которые важны для него. Я не сторонник навешивания ярлыков, вот уж точно. Поняла, это да, правильно. А я знаю, что вы активно развиваете онлайн-обучение сейчас. И назовите основные успешные моменты, за счёт чего у вас это получается? Такой нетрадиционный момент, ну что танцы онлайн, как так, да? Ну, самое интересное, что я сама удивляюсь для меня, мои онлайн-ученики, это двигатель прогрессов, потому что я в жизни никогда бы не поверила, что онлайн можно учиться. У меня есть два, ну, две ветви онлайн-обучения, два проекта. Это тренерские курсы и это онлайн-школа для учеников. Онлайн-ученики для меня это самые удивительные люди, потому что они занимаются сами, дома у них стоят пилоны. Я до сих, вот до того, как у меня не появились онлайн-ученики, я никогда не продвигала эту тему в принципе, потому что я считала, что пилон дома — это просто элемент интерьера, и никто никогда дома заниматься не будет. Поэтому это уникальные люди, но их много. Их много, да? Да, да, да. Сколько у вас группы, сколько человек? Там нет группы, там люди занимаются сами. Ну, обучение? Ну, порядка 30-40 человек занимаются ежемесячно. Это как абонемент в школу, просто они занимаются онлайн. Почему я когда-то решила создать онлайн-школу? Изначально я делала онлайн-курс для тренеров, потому что мне интересно, мне в принципе интересно учить тренеров, потому что я считаю, что я обладаю своим подходом к обучению. У меня наработана очень большая такая база знаний, которыми я могу делиться. Но в рамках онлайна это сделать проще, потому что мы независимы от территориального признака. То есть мы не должны привозить всех в Петербург, организовать это достаточно дорого, и я не смогу там и группу большую набирать. И удобнее так. Да, и так удобнее. Почему? Потому что мало просто, вот мы можем поговорить, я могу на уроке рассказать, небольшой процент информации усвоится. Человеку нужно посмотреть, может быть пересмотреть, пересмотреть в замедленном виде, я считаю, записать, перечитать записанное, прийти в зал, отработать, понять, что ничего не понял, еще раз пересмотреть, еще раз отработать, снять видео, отправить мне. Я посмотрю, скажу, а вот тут у тебя ошибки, отправлю обратно, и тогда человек, а, исправит, и он тогда понял. Но это не произойдет, если я просто в классе объясню. То есть я вижу онлайн-обучение тренеров более эффективной системой обучения, потому что мы можем последовательно, вот прям шаг за шагом эту информацию укладывать. Потому что если до этого много лет было все по-другому, то очень сложно менять. Я же не с нуля людей учу, как правило, приходят тренеры, которые уже работают, у которых уже что-то есть в голове. И, как правило, задача, забудьте все, чему вас учили, сейчас я буду учить по-другому. Ну, к сожалению, это к сожалению, потому что хорошо бы, чтобы люди, которые учат, думали сразу, чему они учат людей, чтобы людям потом не надо было переучиваться. Но это другой момент. И когда я создала онлайн-курс для тренеров, на него стали приходить люди, которые мне пишут, Марина, я на самом деле не тренер, я ученица, но я прохожу для себя, потому что в моем городе не у кого учиться. И одна такая пришла, вторая, третья, четвертая. А курс тренеров не подходит для этого. То есть надо по-другому. Курс тренеров нацелен на людей, которые сами уже могут выполнять элементы. И еще учить могут. Да, но я учу там учить. То есть я учу, как правильно страховать, как делать подводящие упражнения, то есть как вообще другому. А стали приходить люди, которые меня спрашивают, мы сами хотим научиться. И я понимаю, что... Актуальность. Да, почувствовали потребности аудитории. Я просто понимаю, что я не научу их в рамках курса, и это может быть даже небезопасно, потому что там программа все-таки усложняется, усложняется. Поэтому мы сняли по-другому, пересняли просто уроки, разделили их по-другому, сформировали всю вот эту систему, весь этот пакет. И да, стали набирать людей отдельно, тех, кто хочет учиться сам. Они набираются? Они, да. Но мы, понимаете, онлайн-обучения много. Я не скажу, что я уникальна, в принципе, в факте онлайн-обучения. Его много. Да, ну, в принципе, почему нет? Много на Ютубе. Откройте онлайн-курсы, полдэнс, вы найдете уроки, пожалуйста. Другой вопрос, что мы создали совершенно уникальную систему. Потому что просто снять видео, дать их человеку, человек пойдет по видео делать, это не работает. Во-первых, мы должны оценить уровень ученика. Обратная связь должна быть. Да, должна быть обратная связь. Должна, ну, не человек, не ученик сам должен определять программу своего обучения. Потому что мы взаимодействуем очень тесно. У меня есть кураторы, и мы очень тесно взаимодействуем с учениками. Мы проверяем их домашние задания. Мы шаг за шагом, у нас есть программа обучения. Мы открываем шаг за шагом уроки. Они нам присылают видео. Мы отслеживаем, мы все это просматриваем, отправляем им обратно. То есть у нас идет все время совместная работа куратора и ученика. И это совсем не то же самое, что посмотреть онлайн-уроки. То есть все другие онлайн-школы занимаются, нет вот этой проверки. Проверка, она самая сложная. И самая эффективная. И самая эффективная, да. Видно, какие мегачеты, каким образом их можно изменить. Да, и получается, что те ученики, которые занимаются... Мы делали эксперимент, мы экспериментировали. Потому что мы не можем, опять же, много набрать людей в онлайн-школу. Потому что, ну, наберу я 200 человек. А проверять вам нужно? Кто будет проверять? Да, то есть у меня же есть куратор, у меня есть куратор. Но это все равно ограниченное количество людей. Мы думали, хорошо, давайте сделаем два пакета. Сделаем просто пакет без куратора, пакет с куратором. Люди без куратора, пакет стоит дешевле, покупают его один раз, смотрят, вроде бы, и второй месяц уже не покупают доступ. Люди, которые работают с кураторами, в два раза дороже стоит. Полтора года люди каждый месяц уже занимаются. Ну, вот у нас полтора... Эффективность, да? Гораздо, они видят сами эффективность, они видят разницу, они получают результаты. Но без куратора это не работает. Понялась. Поэтому вот такая история. Марина, подскажите, какие у вас планы сейчас по открытию новых школ, возможно, в Санкт-Петербурге? Или планы больше сейчас в онлайн-обучении? Как у вас сейчас с этим? Я не планирую открывать школы именно в реальном, да? В оффлайн, как это говорят. Я не люблю слово в оффлайн. То есть школы, реальные школы в Санкт-Петербурге, да. Потому что мне интересно глубже работать вот в том сегменте, который мне... Ну, где я себя реализую как преподаватель. А мне себя интересно реализовать как преподавателя в очень вот этой тонкой проработке системы обучения, программ. Я это могу сделать все-таки глубже вот в онлайн-сфере, потому что я могу собрать людей, я не ограничена территориальным признаком. Работая в школах, мы... Ну, во-первых, это система контроля. Это постоянно от меня, как от руководителя, требует вот это постоянное обучение персонала, контроля этого персонала и так далее. А люди же все разные. И мне самой неинтересно. Вот система, момент управления, мне самой лично не очень интересна. Я трачу на это время, которое я могу потратить на создание нового курса, новой какой-то методики, разработки нового... Возвращение тренерского. Конечно, да. То есть я пользу больше принесу. Я меньше пользы принесу, если я буду перемещаться из одного зала в другой и контролируя тренеров. Мне не очень это просто само интересно. Поэтому нет, мы будем работать вот в том составе, в котором мы сейчас лезем. Марина, у вас очень много профессиональных, я уверена, еще личностных достижений. А все-таки назовите какое-то одно, которое вас сильно продвинуло в жизни. Хороший вопрос. Тут важно понимать, что продвинуло в жизни, что считать продвижением в жизни. Ваши внутренние ощущения. Да, да, да. Я считаю, что меня очень сильно продвинуло в жизни. Пожалуй, моя история сдачи экзаменов в школе. Вы знаете, вот это меня продвинуло в жизни, как ни странно. Потому что то, что мы достигаем сейчас, знаете, что тормозит людей? Люди боятся начинать что-то. Вот в основном я вижу в людях потенциал. И в принципе для меня, я в каждом человеке, почему я хорошо преподаю? Потому что я в каждом вижу потенциал. Я вижу, как я его могу развить и умею это делать. И, собственно говоря, поэтому мои ученики добиваются результатов. Поэтому система обучения получается интересной. Но, к сожалению, у людей очень тормозит воспитание, очень тормозит школьная система образования и так далее. И вас продвинуло что конкретно? Да, вот. Интересно. В школе было несколько моментов. Во-первых, я все время училась в музыкальной школе. Это умение организовать свое время, это умение доводить дело до конца. Потому что я играла на скрипке, 10 лет я училась в музыкальной школе. То есть, чтобы выучить концерт, скрипичный концерт, многостраничный, надо усидчивость, умение доводить дело до конца. Вот эти те качества, которые мне очень помогают в жизни. Потому что, в принципе, у меня лично каких-то суперталантов нет, кроме педагогического. Я не умею рисовать, я не умею петь. Я даже на скрипке играю 7 лет без слуха. То есть, это я добилась как раз усидчивостью, умением доводить дело до конца. То есть, некие качества, которые вы в школе как-то довели до какого-то уровня. А второе, это то все-таки умение не слушать, что, знаете, всегда говорят, все делают по-другому. Никто так, как вы, не делает и так далее. Вот это, знаете, всех тормозит, потому что люди ориентируются на то, а что делает большинство. А почему так? А может быть, надо делать по-другому. Как было у меня в школе. Например, я эту историю прям помню навсегда. Когда в девятом классе я сдаю экзамен по русскому языку устно, и там воздух разлит по полям. Разлит слово циферка 3, морфологический разбор. И я говорю, разлит краткое причастие. Вся комиссия, учителя говорят, нет, это глагол. Я говорю, ну как глагол, это краткое причастие. Они говорят, глагол. Я говорю, почему? Они говорят, какая часть предложения? Я говорю, сказуемые они. Ну, раз сказуемое, значит, это глагол. Я говорю, краткое причастие. Ну, я не знаю, какой клин был у комиссии в этот день по русскому языку, но почему-то вот все учителя считали, что это глагол. Но это фактически краткое причастие. Вот, и мне было все равно на то, что комиссия из всех учителей, хотя в девятом классе, кто я такая, да, казалось бы, да, и какое я имею право спорить с учителями. Хорошо, идем в одиннадцатый класс. В одиннадцатом классе я выбираю, можно было раньше сдавать не билетами экзамен, по предмету, если ты отличник, описать реферат. Итоговый, потом его защищать. Об этой системе почему-то никто не знает, почему-то я знала. Не знаю, до сих пор загадка. Ну, это такая работа, которая как дипломная, наверное. Я ее потом в университете как курсовую сдала. И я выбрала для себя тема личности в тоталитарном государстве. На примере колумбских рассказов Шаламова. И это не школьная программа. И мне говорили, это же не школьная программа. Я говорю, ну, это же итоговая моя работа. И я ее там год пишу, все хорошо. И за день до экзамена мне учитель по литературе говорит, Марина, знаешь, все неправильно переписать. Я говорю, на каком основании вы делаете этот вывод? Она говорит, ну, потому что все неправильно. Я говорю, ну, форма приема экзамена, защита реферата. Вот реферат, защищать я готова, какие ко мне вопросы? Ну, и так далее. Защитили в итоге? Я защитила, а учителя отстранили от приема экзамена за некомпетентность. И вот в школе... То есть вы смогли доказать свою приватную в школе? Да, да, да. И вот в школе, несмотря на то, что я училась в маленькой деревенской школе, по сути, меня научили вот этим противодействием, слава богу, не слушать мнение авторитетного большинства. Потому что оно не всегда правильное. Да, также я сдавала сочинения по литературе. И, ну, знаете, были сочинения, там, тема счастья в современной литературе. Я попросила... Господи, что это было? Чингиза Айтматов Плаха и Дудинцев Белая одежда. То есть одно про... Ну, это все вот тоталитарный режим. Там наши генетики, как их... Не давали им работать и так далее. Мне говорят, это не школьная программа. Я говорю, это свободная тема. То есть в школе меня за это, ну, по сути, постоянно унижали там и как-то прессовали. Я пришла поступать в колледж. Написала это же сочинение. Вышел преподаватель по литературе. Говорит, а Кострова это кто? Я говорю, это я. Она говорит, дайте я на вас посмотрю. Я ни разу в жизни не видела таких работ на приемных экзаменах. Вот, пожалуйста, относительность. Но если... Все познается в сравнении. Да, то есть если бы меня этому не научили в школе, ничего бы я в жизни не добилась. Слава Богу, спасибо. Спасибо моим учителям. Хорошо. Вот вы заговорили как раз про то, что... Менение большинства, мнение меньшинства. И вот зацитирую вас, да. Меня саму всегда вдохновляют именно те люди, для которых мнение большинства не руководство к действию, а повод поискать более цвенный путь. И кто же те люди, которые вас вдохновляют? Я как-то со школы... Знаете, мы когда... Опять же, с детства у нас тогда было модно все стены заклеивать постерами каких-то певцов. Вот, ну, такое. Было у меня, у всех подруг так было. У меня никогда не было. Я еще думаю, как-то странно. Почему-то мне неинтересно. И поэтому действительно людей, которые меня вдохновляют, их как-то вот единицы. Так, назовите его. Меня сейчас, наверное, вот такая прям личность в России, за которой я слежу, за которым я слежу, это Аркадий Цукер. Кто-то смотрел его, может быть, не все знают. Это специалист по маркетингу. Кто-то смотрел фильм, некоторые смотрели фильм «Временные трудности». Вот это фильм... Я, кстати, фильм не смотрела, я просто знаю этого человека. Это человек, который с детства, у него был ДЦП, но его отец говорил, нет, у меня нормальный ребенок. То есть все говорили, что все, он никак, ну, вообще не выживет даже. То есть в 11 классе у него был полный паралич, и врач его маме говорил, что у вас все, это труп, это овощ, он умрет. А он лежал с полным параличом, у него работал только мозг, и он говорит, нет, мозг-то работает, значит, я выживу. И в итоге он там сам поднялся, поступил там, приполз на корточках поступать в институт. И сейчас это очень-очень грамотный тренер по маркетингу, по маркетингу от поколений, по новому стратегическому мышлению. Я не так давно... Ну, у него очень много работы, вот на Ютубе можно посмотреть. Я недавно была на его семинаре, это был достаточно забавный опыт, потому что он задает вначале вопрос, почему вы здесь? Я сидела на первом ряду, я говорю, знаете, я за эти годы уже столько посмотрела ваших бесплатных лекций на Ютубе, что пора бы за них заплатить. Это первое. А второе, ну вот его подход, его очень острый ум, то есть то, что у него работало, когда не работало тело, это ум, поэтому я считаю, что думать надо всегда. И когда я развивала свое дело, когда я занимаюсь вот этими онлайн-курсами, ну вот казалось бы, какой-то мелочью. А все стандартные, все стандартные, как вот эти системы маркетинга, говорят о том, что спускайтесь пониже, ну вот пирамиду Маслоу, если взять, чем вы ниже в пирамиде Маслоу, тем больше у вас клиентов, тем, соответственно, нужно работать на нижних ступенях. А я там год, два, три, десять лет работаю на верхней, на творческой самореализации. И думаю, как же у меня до сих пор так получается? Ну и вот я поехала специально на этот семинар и задала ему этот вопрос про целевую аудиторию. Говорю, почему я работаю на творческой самореализации, это получается. И в итоге, что, ну, как бы тенденции современного мира, да, у нас переизбыток производства всего. Ну, взять школы танца на пилоне, да, не в каждом дворе в Петербурге. Да, взять любой магазин, там, ну что угодно. У нас переизбыток производства всего. И сейчас единственный, кто выживает, единственный, кто успешен в бизнесе, в своём, это человек, который работает на уровне творческой самореализации, на уровне ценности людей. Поэтому вот этот человек меня вдохновляет, безусловно, и я прям очень... Марина, вы занимаетесь очень сексуальным видом деятельности, да, особенно когда это танцы на пилоне, на каблуках. Расскажите, были ли случаи, когда в постах, возможно, ваши, где вы красиво танцуете, сообщения или какие-то комментарии сексуально озабоченных мужчин? Бывало ли такое? Ну, оно, может быть, и бывало, но я очень, знаете, спокойно, как я говорю, я самый не клиентоориентированный человек, потому что я просто их блокирую, и мне неинтересно мнение. То есть пишут, да? Ну, может быть, что-то и пишут, может быть, иногда, знаете, даже пишут скорее негативно. Ну, то есть, понимаете, те, кто... Ну, и кому интересно, и кому хочется на это посмотреть, они не будут ничего писать, они просто тихонечко будут смотреть. Хотя, на самом деле, по статистике, я знаю вот мой аккаунт, я же смотрю статистику, у меня, в основном, женская аудитория. Вот, а если кто-то пишет, ну, с негативной, ну, там, в кавычках, все тут проститутки собрались, к примеру, да? Ну, если кто-то такое напишет, я его заблокирую, пойду дальше. Знаете... Не реагируйте, то есть... Мне эмоционально, я же уверена в себе. Ну, то есть я уверена в том, что я делаю. Понимаете, кого интересуют вот эти вот комментарии, то, что... Почему, кстати, люди не развиваются, почему люди вот так зависят от общественного мнения, они просто не уверены в себе. То есть если ты... Это вот этот комплекс самозванца, вот вся вот эта ерунда. Если они так пишут, значит, что-то в них не так, а не в вас не так. Да на них мне вообще всё равно. А если меня это трогает эмоционально, значит, я занимаюсь либо плохо тем, чем я занимаюсь, либо не тем, что мне нужно делать. Ну, потому что, понимаете, если вот... Вот представляете, вам кто-то скажет, что да вы, например... Ну, какой-то... Если для вас вещь очевидная, то вы на неё никогда не будете реагировать эмоционально. Потому что если вам скажут, да вы... Ну, например, ну, к примеру, лысая. Ну, вы же не лысая, у вас он хвост, да, у вас длинные волосы. Вы скажете, какой-то ты глупый, ты, может быть, слепой, мне на тебя всё равно. То есть если для вас вещь очевидная, вы на неё эмоционально реагировать не будете. Для меня то, что я делаю, это совершенно осознанные, очевидные вещи. Поэтому если мне кто-то напишет какой-то негативный комментарий, я его заблокирую, безусловно. Ну, если это... Ну, я онлайн всё-таки много работаю, в профиле заблокирую, потому что ему не надо быть здесь. А сама даже не обращу на это внимания. Нет, мне всё равно. Да, Марина, вот продолжите фразу. Больше всего я боюсь... Больше всего я боюсь физического увечья. Я очень... Вот прям этого я боюсь. Я застрахована. Отчего только я не застрахована. Серьёзно. Да, это... Потому что я всё-таки работаю в физической культуре. И движение, возможность выполнять движение... Основа ваша класса. Для меня снова... Да, моей деятельности. Я не занимаюсь, знаете, зимними видами спорта. Вот всякими сноубордами, лыжами, коньками. Роликами, ну, летом. Вот это всё, да. Физического увечья. Физического увечья. У меня есть, да, прям такой страх. Какой бы совет сейчас высоты своих лет и опыта вы бы дали самой себе 18-летней? Не каждое дело нужно доводить до конца. Дело нужно доводить до конца. Ну, 14 лет в туризме, в моём случае, это перебор. Ну, то есть у меня с детства выработано... Если я что-то начала, значит, это нужно делать там и делать. Не каждое дело. Это не всегда положительно. А какое дело нужно доводить до конца? Не каждое, а какое? Не каждое, но нужно своё дело. То есть надо разобраться в себе. Да, то есть нужно... Не всё, чем мы занимаемся... Вот я же говорю, что... Не всё подряд нужно доводить. Не всё подряд нужно доводить. То есть у нас, знаете, как считается... А вот давайте важное. Вот про детей, опять же. Считается, родители очень переживают. Вот он это начал, и через год ему стало неинтересно, бросил. И родители начинают вот за это переживать. Но для ребёнка детства это этап пробы, ошибок. Ошибка имеет место быть. Ошибка допустима. Почему я против тестов? Почему я против... Вот если ты начал чем-то заниматься, ты должен дойти там до конца, например, закончить, например, да? Значит, ребёнка с детства не приучают к тому, что можно ошибаться. Это плохо. Потому что ты, ну, ты же не знаешь, начиная какое-то дело, твоё это или не твоё. И умение пробовать нужно проигрывать с детства. Вот у меня этого, кстати, не было, и поэтому я очень долго, знаете, такой тугодум. Ну, то есть тугодум в том, что я могла бы... Как бы он звучал? Ну, если это не твоё, спокойно оставляй. Пробы новое. Оставляй спокойно, если это не твоё, пробы новое. Да, да, да. Это, правда, ведёт многих, ну, многие сейчас поколения молодое, да, то есть вот то, что называют поколение Y, да, они как раз так и делают. То есть почему сейчас нельзя надеяться на сотрудников, потому что они, приходя на собеседование, говорят, «Вы знаете, я говорю, что может стать для вас поводом не выйти на работу?» И они спокойно отвечают, «Если я встал, и мне кажется, что это не моё, то я не пойду на эту работу». И ты сидишь в шоке, «Как это так? То он встал, не его, так я каждый день, может, так думаю?» И так далее. То есть сейчас поколение, вот то, что называют Y, они спокойно к этому относятся, и они счастливее в жизни. Но с точки зрения классического подхода к работе, это, конечно, вынос мозга для руководителей организации, потому что они всё-таки в то ещё поколение X, то есть наше поколение, которое доводит до конца начато, и для нас это очень сложно понимать. Но если научиться это понимать, принимать, то ты просто по-другому встроишь работу. Марина, наше интервью подходит к концу. Спасибо за то, что нашли время и пришли. Это очень интересное повествование о таком виде спорта, как полутэнс. А с вами была Надежда Палева, ведущая программы «Интервью на миллион». Увидимся в следующих эфирах. Спасибо. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok